Лёгкость и пустота ощущения. Так, резко подключилось солнечное сплетение. Одновременно подключились руки, теплота. В руках подключилась правая нога. Общее такое движение, начиная от солнечного сплетения к ногам. Простите, Ваше имя, что-то как? Юрий Викторович. Юрий Викторович, вот обратите внимание, как сейчас глаза? Так, идёт такая сперва небольшая резь, и вот сейчас как бы немножко такой прохладный выход. Глаз немножко холодеет, как бы. Так, вот и сейчас. Секунду, сейчас. И вот сейчас... Боль прошла? Боль, да, как будто она вышла. Болевые ощущения все полностью прошли, да? Да, Ваше имя, глаз совершенно не болит. Так, отбалансируем сейчас, секунду. Как будто небольшая... Так, ясно, вот на этом сеансе закончен. Значит, ну, будем продолжать... Большое Вам спасибо. Будем продолжать работу. Хорошо, спасибо. До свидания, до новых встреч. Когда мы впервые встретились с этим человеком, его имя было известно немногим. Сегодня Алана Чемака знают миллионы людей. Большую часть своей жизни вы занимались тележурналистикой, а сейчас вдруг перешли к активным уцелительствам. Почему бы это? Ну, судя по всему, тележурналистика была тому виной. В свое время я решил сделать целую серию разоблачительных репортажей об экстрасенсах. Но для того, чтобы разоблачить, надо было внедриться в их среду, понять их философию, чем они занимаются. И вот шло время, я внедрялся, перенимал их понимание жизни. И вот к тому времени, когда я в этом разобрался, занятия журналистикой, честно говоря, стали мне практически неинтересными. Ну, хорошо. А как же это все у Вас начиналось? Ну, судя по всему, начиналось так же банально, как у всех остальных. Начал пробовать диагностировать людей руками. Начал воздействовать с желанием исцелить, помочь. И результаты стали появляться тут же на глазах. Удивительные, удивительные исцеления по тому времени для меня. Начал нарастать поток людей. Начались звонки по телефону. Бесконечные звонки со всех концов Советского Союза. И я тогда решил попробовать сам, работать по телефону. Идея-то не моя, и придумка не моя. Да, в общем, честно говоря, в то время я и не верил в возможность такого. Но решил попробовать. И вот как работать? Как работать с людьми, которых никогда не видел, не знаешь, не слышал, не знаешь, чем они больны? И тогда я вынужден был придумать этот образ. Вот берешь трубку, раздается там голос, и ты начинаешь представлять себе этого человека в виде образа, с которым начинаешь работать. И я начал ощущать этих людей, чувствовать. Начал работать. И к моему совершеннейшему удивлению и радости результаты оказались такими же хорошими, как и приличным контактом. Ну, а что касается создания лечебных видеокассет, то это моя идея, и думаю, что это мой приоритет. Смотреть на меня не обязательно. Попробуйте даже закрыть глаза. И только прислушаться к тому, что будет с вами происходить. Пожалуйста. Ну, и что же здесь происходит? Эта запись дает возможность создать общетерапевтические сеансы широкого диапазона воздействия и сеансы, направленные на воздействие на определенные системы человека или отдельные органы. Как бы происходит фиксация в вашем состоянии? Да, фиксируется мое состояние во время работы с больными. И оно переносится на огромные массы людей. Ну, как там? Процент какой? В эксперименте мы получили, в клиническом эксперименте мы получили 94% положительных результатов. Но, честно говоря, 10, 15, 20, 50, это уже было бы прекрасно. Хотя 94 было значительно. Но вы не считаете, что это может быть психотерапия? Ну, может быть, элемент психотерапии здесь и есть. И очевидно присутствует. Но, опять-таки, клинические эксперименты показали, что существует некое другое воздействие энергетическое. Ну, допустим, выведен камень из желчной протоки, поставлен на место позвонок, рассасан тромб. Я, например, не слышу, что психотерапия занималась такими вещами. Я вижу самые широкие перспективы в использовании этого метода. Там, где не может работать целитель, там, где нужна людям помощь, будет работать видеокассета. Субтитры создавал DimaTorzok